Девушки отдыхают Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо. В студии Александр Истомин. Сегодня в программе. Руководитель Кулешовского детского центра реабилитации «Пеликан» Камом Алириан примет участие в Олимпиаде-2014. Архитектор города Сергей Гордов наконец представил карту новой дороги Азов-Ростов. Криминальная сводка пятого телеканала пополнилась новым объявлением. Руководитель Кулешовского центра реабилитации «Пеликан» Камом Алириан примет участие в Олимпиаде-2014. Кандидатура директора предложена компанией «Кока-Кола» спонсором игр и утверждена Российским Олимпийским комитетом. Сегодня факел главного спортивного события будущего года привезли в центр «Пеликан». Руководитель детского центра «Пеликан» Камом Алириан примет участие в эстафете «Сочи-2014». 22 января будущего года он пронесет Олимпийский огонь по Донской столице. В связи с этим событием в центре «Пеликан» сегодня был выставлен факел зимних игр 2014 года и проведены спортивные соревнования. Принять участие в конкурсе на право нести Олимпийский огонь коллективу центра предложила компания «Кока-Кола». Мы с ними практически с фирмой работаем очень давно и являемся социальными партнерами, за что мы им стать очень благодарны. И, видимо, изучив опыт работы нашего учреждения, «Кока-Кола» приняла решение выдвинуть нас, наше учреждение, и в лице наших сотрудников, руководителей на эту номинацию. По словам Камо Артавазовича, это большая радость и не меньшая ответственность для него и его коллектива. Эмоции самые положительные. Хочется просто, чтобы все загорелись этой идеей и почувствовать, что Олимпиада – это не всегда. Это такой драйв, это такое ощущение, что нужно ее пережить, пронестись. Я вот смотрю сегодня, ребята участвуют в конкурсах, может быть, они в той или иной степени осознают, о чем идет речь, но я больше чем уверен, наступит какой-то момент, они вспомнят, что была Олимпиада, и они каким-то образом соприкасались к этому действию. На этой неделе в центре Пеликан проводится целый ряд мероприятий по пожарной безопасности, поэтому спортивные эстафеты были тематическими. Воспитанники учреждения вместе с пожарными соревновались в скорости перемещения условных пострадавших и доставке воды к месту пожара. Александр Истомин, Евгения Симакова, Азов.Инфо. Наша редакция продолжает поиски легендарного трактора «Универсал-2». Сегодня свои комментарии дал директор музея-заповедника Анатолий Горбенко. Он не знает, где находится объект культурного наследия, но готов участвовать в его поиске. Трактор, а он сейчас где, этот трактор? Мы хотели у вас спросить. Я не знаю, где он. К поискам трактора «Универсал-2» сегодня присоединился директор Азовского музея-заповедника Анатолий Горбенко. Как выяснилось, руководителю ничего не известно о судьбе объекта культурного наследия. Хотя, как уже сообщалось, в нашу редакцию поступил документ о передаче трактора в управление сельского хозяйства администрации Азовского района, подписанный Анатолием Горбенко. По словам директора музея, после того, как все права на памятный знак были переданы в ведение районной администрации, он не обладает никакой информацией об этом объекте. Также Анатолий Горбенко уверен, что где бы ни находился «Универсал-2», увидеть его имеет право любой житель планеты Земля. Если он перестанет с одно место на другое, ничего страшного нет, чтобы тогда был доступ народа, чтобы могли его видеть. Памятник для того, чтобы его видели, и для того, чтобы держать у себя в кармане где-то или дома на даче. За разъяснениями мы обратились в управление сельского хозяйства. В 2006 году в управление сельского хозяйства и продовольствия был передан трактор, который является объектом культурного наследия. Разве можно узнать информацию, где он сейчас находится? Беларусь-Юг-Сервис. Беларусь-Юг-Сервис? А как он там оказался? Был передан какой-то документ? Можно увидеть? Не знаю я. Скажите, может быть какие-то архивные документы у вас сохраняются? Нет у меня ничего. Нет ничего, да. Как оно может быть? Каким боком оно может быть? Как выяснилось, такие важные документы, как акты передачи объекта культурного наследия регионального значения в управлении не хранятся. И снова все пути ведут в компанию «Беларусь-Юг-Сервис», на территории которой запретили проведение видеосъемки. По закону культурного наследия не имеют права не пустить это дело. Должен быть доступ к памятнику, во-первых, органов охраны памятников, а во-вторых, должны быть установлены какие-то дни, допустим, там частная территория ясна. Допустим, в понедельник с 5 до 6, пожалуйста, приходите и смотрите. У нас требует разрешение от отдела культуры, насколько законный требует, чтобы увидеть памятник. Никакого законного нет. Для того, чтобы увидеть памятник, вы кусать его не будете. Я не могу, значит, просто ничего, ну ничего, режимное предприятие. Это что, авиационный завод или как-то, или что-нибудь такое, военное предприятие. Нет, ну так в чем дело? Я не вижу вообще никаких препятствий. Сергей Акопян в 2006 году занимал пост исполняющего обязанности главы Азовского района и может пролить свет на новые обстоятельства, так как участвовал в совершении сделки по передаче трактора. В настоящее время Сергей Владимирович работает в Министерстве сельского хозяйства Ростовской области и в данный момент находится в командировке Санкт-Петербурга. Кто знает, может быть, он сможет разорвать замкнутый круг, и мы узнаем, где все-таки находится трактор. Олеся Слынько, Игорь Скуднов, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Анатолий Горбенко пообещал связаться с Управлением охраны памятников культуры и сообщить о сложившейся ситуации. Поскольку никто из официальных лиц, имеющих отношение к охране объектов культурного наследия, о судьбе трактора «Универсал-2» ничего не знает, помощь правоохранительных органов необходима. Ежедневная криминальная сводка пятого телеканала сегодня пополнилась новым объявлением. Универсал-2 Особые приметы. Несмотря на почтенный возраст, машина в отличном состоянии. Универсал-2 работал во время Великой Отечественной войны и является объектом культурного наследия регионального значения. В течение 30 лет трактор находился на постаменте по адресу «Периулок Безымянный 2». В 2004 году был снят с постамента. Последний раз «Универсал-2» видели в гараже предприятие «Азов Агроремонт». Существуют документы о передаче трактора администрации Азовского района. Также к его исчезновению имеет отношение компания «Беларусь Юг Сервис». Однако где находится «Универсал-2» неизвестно, как неизвестен и его балансосодержатель. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении памятного знака Азовской машиностроительной станции, сообщить по телефону 02-401-14 или в редакцию пятого телеканала 6-15-54. Объявление об угоне будет выходить в эфир ежедневно после выпуска программы «Азов.Инфо» в разделе «Реклама, информация, объявления» рубрики «Преступники». Уважаемые азовчане, не будьте равнодушны к происходящему в городе. Сегодня Азов посетил заместитель председателя Центра избиркома Российской Федерации Леонид Ивлев. Руководитель провел встречу с представителями местных отделений политических партий и дал высокую оценку организации прошедших выборов. Карта новой дороги Азов-Ростов после долгих поисков наконец найдена. Об этом сообщили в отделе архитектуры Азовской мэрии, в которой мы начали обращаться еще летом с просьбой предоставить схему строящейся магистрали. Все подробности в следующем репортаже. С момента начала строительства новой дороги Азов-Ростов прошел почти год. Протяженность трассы 19 километров. В 2015 году стройка будет завершена. В течение последних двух месяцев наша редакция постоянно обращалась в отдел архитектуры с просьбой предоставить карту столь значимого проекта. Где карта? Где? Нам нужна карта. Секретный документ все-таки был предоставлен. Развязка перед постом ДАИ. К сожалению, на этой схеме мы не видим. Часть транспорта у нас уходит на улицу Московскую. Остальной транспорт едет через эстакаду, через улицу Дружбы до улицы Победы. На улице Победы у нас развязка клеверный лист. Транспорт попадает. Часть уходит на улицу Кооперативную. В данный момент по улице Победы ведутся подготовительные работы. Возводится эстакада высотой 9 метров. Это позволит организовать строительство новой трассы, не разрушая железную дорогу. Однако некоторые объекты будут снесены. Новая магистраль будет проходить через дачные товарищества «Трикотажная» и «Рыбник». Под снос попадают 30 участков. 10 владельцев являются постоянными жителями товариществ. Очень плохо. Потому что мы с сыном построили за 7 лет 50 метров дом. Провели газ. Дорогу сами выстилали. Вода сами. Мы же для себя делали. Ванну, канализация. Все у нас есть. Теперь нам все это оценили с землей 6 соток. Оценили в миллион. Мы на этот миллион такое жилье купить не сможем. Начальная сумма была где-то порядка 860 тысяч. Потом повторная сумма была предложена миллион, то ли 150, я уже точно не помню сейчас. Мы наняли независимую посылочную компанию. Ростовскую. Они просчитали. У нас получается 2 миллиона 125, допустим, участок. Газ, вода, у меня туалет, ванна, все, ну как положено. Нам сначала предложили 800, а потом добавили, сказали 900. Ага. А теперь миллион 200. И все. А мы жилье-то купим за миллион 200. А у нас новое строение. Мы деньги не требуем. Нам надо, нам надо. Такое же взамен жилье и столько земли. И все. Карта новой дороги Азов-Ростов претерпит некоторые изменения. Решен вопрос о продлении магистрали до причальных стенок терминалов северо-западной промышленной зоны. Речь идет о дополнительных 6 километрах. Строительство же не предполагает сноса объектов. Это будет порядка 6 километров трасса. Она проходит, не затрагивая дачный кооператив «Мичуринец». Проходит через аэродром и выходит на районную землю. По полям огибает дачное товарищество «Западное» и выходит на трассу Азов-Рокотон. Как же решать возникшие проблемы жителям дачных товариществ, для которых снос участков – неминуемое будущее? Предлагаемая компенсация вряд ли позволит приобрести жилье. Первый год я живу с газом, с водой, ну как положено, по-нормальному. И тут раз и все. Понимаете? А у меня одна собственность. Вот это единственное жилье, больше нет ничего. Они нам предлагают вот там на дачу купить дачу и стройте. А мне уже 73 года. Куда я буду строиться? Лаура Иванова, Олеся Слоняко, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. Перекресток переулка Красноармейского и улицы Мира утратил негласный статус одного из аварийно опасных участков в городе. Проблема решена благодаря благоустройству поворота в сторону улицы Привокзальной, который прежде имел форму прямого угла, и водители, выполняя маневр, были вынуждены выезжать на встречную полосу. И еще об одной дороге по улице Привокзальной, где, несмотря на недавний капитальный ремонт, вчера образовалась огромная лужа. Почему ливневка не справляется с дождевым потоком? Как сообщил исполняющий обязанности руководителя предприятия «Чистый город» Анатолий Рябаконь, проблемы нет. Через 2-3 часа после дождя вода полностью уходит. Как считает Анатолий Рябаконь, это норма. После прогноза погоды смотрите программу «Бум» детской студии Кул ТВ Шоу. Хороших вам выходных. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА